Ассаламу алейкум, рахматуллах и бабракату, братья и сёстры мусульмане, приветствую вас на канале Islam World. Почему женщина хотела выйти замуж за отца пророка, саллаху алейхи вассалам? Когда отец пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалам, Абдулла бин Абд Аль Муталиб, женился на Амине, среди курайшиток не осталось ни одной женщины, которая не горевала бы из-за этого. Почему же женщины Мекки так хотели выйти замуж за него? Какая его особенность побуждала их к этому? Абдулла бин Абд Аль Муталиб был юношей с благим нравом. На лице его отображался свет будущего пророка, саллаху алейхи вассалам, подобно ярко сияющей звезде, который привлекал к себе внимание мекканских женщин. Однажды 18-летний Абдулла вместе с отцом отправился просить руки Амины бин Твахб, бин Абдуль, манав бин Зухра. По пути они прошли мимо одной женщины с очень красивой внешностью, которая стояла возле Кабы. Это была Катиля из племени Бану Асад бин Абд Аль Уза. Согласно другой версии, ее звали Рукия. Она приходилась сестрой в Араке бин Нафалю, двоюродному брату будущей жены пророка, саллаху алейхи вассалам, Хадидже, который, услышав об откровении, подтвердил пророческую миссию Мухаммада, саллаху алейхи вассалам, и предвещал трудности, с которыми тот столкнется, исполняя посланническую миссию. Она часто слышала от родного брата о том, что выйдет из этого племени, из этой местности пророк, и одним из его признаков будет свет на лице его отца. Увидев этот пророческий свет на лице Абдуллы, она спросила его, куда же ты направляешься, о Абдулла. Он ответил, что идет вслед за отцом. Узнав об их намерении, она предложила, я дам тебе в качестве награды столько же верблюдов, сколько были зарезаны за тебя в качестве выкупа, если ты женишься на мне сейчас же. А отец Абдуллы в свое время принес за него в жертву сто верблюдов. Но он ответил, что следует вместе с отцом, и не может ослушаться и покинуть его. Они прибыли к дяде Амины, она была дочерью Вахба ибн Абдульманафа, лидера рода Зухра, племени Курайшитов. Ее выдали за Абдуллу, и она была самой почетной женщиной по происхождению и статусу. После женитьбы Амина забеременела посланником Аллаха, и этот свет, что был на лице Абдуллы, перешел в ее утробу. Через три дня Абдулла вышел по своим делам и встретил ту самую женщину, которая недавно предлагала себя в жены. Удивленный, он спросил ее, что же с тобой случилось, что ты даже не смотришь в мою сторону? На что она ответила, я не вижу тот свет, который ранее видела на твоем лице, и у меня сегодня нет в тебе нужды. Женщина спросила, что он сделал после той встречи, и Абдулла поведал ей о своей женитьбе. На что она промолвила, иди, обрадуй жену тем, что она беременна, самым лучшим творением на этой земле. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии, они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.